Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами LG, и сегодня я вам покажу один классный-классный мод, называется Майн Чем, ребята. Наверное, вы про него уже слышали многие, это очень-очень прикольный мод, короче, который добавляет настоящую химию в Майнкрафт. И я просто не мог обойти это стороной, так как это мой профиль, ребята, да, я на биохимико иду в институт, поэтому мне просто не мог обойти стороной этот прекрасный мод на химию, ребята. Ну что ж, давайте, значит, приступим. Ну, для начала, конечно же, этот мод добавляет урановую руду в мир-генерацию. Урановая руда, Ора Дикшен и прекрасно все взаимозаменяется с урановой рудой из Индастриал Крафт. Чем мне нравится Майн Чем? Большинство элементов, таких как закаленная сталь, если вы уже смотрели, а, наверное, вы еще не смотрели, да, в будущем, короче, когда я буду получать, там, мне нужно будет сверхиндустриал выживание, мне нужно будет получить закаленную сталь. Какой там гемор будет? Ой, кошмар просто! Столько всего надо будет сделать. А что нужно сделать в Майн Чем? Правильно, нам необходимо найти железо, просто обычное железо, ребят, сколько-то там вот штук, железо, нам необходимо найти уголь и разложить это в нашем химическом разложителе, который работает вот таким вот образом. Уголь на углерод разлагает, отлично, и железо на феррум, отлично, феррум железо. Получаем железо, ребят, много-много железа. Он даже крутится. Теперь мы берем механизм, сделаем микроскоп, смотрим. А, нет, ну, конечно, сразу не получится, ребят, но для начала нам необходимо будет сделать все-таки один кусочек стали, вот этой вот закаленной. Где она тут? Давайте мы ее возьмем сейчас. Возьмем один кусочек стали, вот этой вот, да. Вот, мы видим отлично, что это такая вот штука, которая делается из углерода и феррум 20, вот так вот, да. Все, мы это записали сюда в книжечку, теперь мы идем в механизм химического синтеза, убираем отсюда эту кожу и кладем углерод и кладем феррум и вот сюда вот эти элементы. А, актив, нужно, актив, короче, нужно зайти в книжечку, выбрать здесь актив, вот эту вот штуку и положить ее вот сюда, эту книжку. Ой, вот сюда вот механизм химического синтеза. И просто взять и просто сделать себе именно столько, скажем, слитков, да, закаленного железа, сколько вам нравится. Прекрасная штука. Дальше, собственно, что можно сделать еще? Есть у нас бронза, ребят, такая классная штука, которая купрум и олова, да, как известно. Купрум и олова. Мы положили уже и он принял в себя бронзовый слиток, ребят. Вот, теперь, опять же, мы добыли где-то медь, мы добыли с вами где-то, вот, сейчас, подождите, мы добыли с вами где-то медь, мы добыли с вами где-то олова, подошли к химическому разложителю, положили в него некоторое количество, да, нашли, подождите, где медь? Я что-то медь забыл взять, да, очевидно. Так, нашли где-то медь еще, да, подошли, положили сюда еще и меди, отлично, у нас вышло два стака меди, мы подходим к химическому разложителю, кладем вот сюда журнал химика, кладем сюда силенциум, копрум и просто делаем себе бронзовые слитки, ребята, сколько угодно. Так, идем дальше, чего здесь еще самое клевое-то есть? Здесь дело в том, что здесь есть практически все элементы, ну, все 118 элементов, которые вообще существуют в природе, да, и также некоторые смеси химических элементов, например, карбонат, кальция, ребята, как элемент, вот, вы видели, да, криптон, допустим, есть, вот, кобальт, да, кобальт, если что, переходный металл, да? Так, ну, давайте, скажем, посмотрим, что нам будет, если мы сюда вот положим урановую руду, вот эту вот, мы получаем едва радиоактивный уран, который будет распадаться и накладывать на нас эффект иссушения, если мы будем находиться в выживании, если я не ошибаюсь, да? Ну, да, находясь в нем, мы будем получать немножечко радиации, вот, ну, такой вот небольшой урон, да, как бы мы будем отхватывать, вот, ну, все, хватит, куча урана, ребят, у нас получилась, вот, также в Индастриал Крафт есть, ребята, Плутоний, такая вот классная штука, как Плутоний. Плутоний. Давайте посмотрим, раскладывается ли он в нашем Майндчеме штуки. Нет, ребята, Плутоний не... Ой, блин, вот это я нахватался, ребята. Ааа, быстрее убираем. Подождите, а что такое? Из-за чего? Эй! Вы видите? Щетчик сошел с ума. А, это из-за Плутония, господи. Ладно, теперь мне эти пузырьки будут до конца жизни донимать. Да, ну, самое интересное, этот Майндчем не стоит устанавливать без технических модов, потому что оба прибора работают от РФ, а своих генераторов энергии не имеют. Так, ну что, давайте я вам покажу сейчас такую классную вещь, как... Ребята, алмазы, да, алмазы можно делать, если вы играете на сервере, можно делать алмазы, ребята, можно делать золото, можно... Изумруды себе делать. Можно даже, по-моему, Адскую Звезду делать, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Короче, кладем вот сюда вот наш журнал Химика, ребят. Идем сюда, кладем журнал Химика. Ой, вот сюда. Так, кладем Изумруд и смотрим, из чего он сделан. Так, Хром, Ванадий, Хром, Ванадий и Берилл посередине, да? Отлично, записали. Так, теперь давайте сюда положим еще Адскую Звезду, скажем. У-у-у, ребят, вы видите, что можно вполне сделать Адскую Звезду, ребят. Нам необходим углерод Каперницей, как видите, да? Это очень радиоактивный элемент. Насколько я знаю, как его можно положить. А еще как? А еще как? А еще как? Можно получить еще Каперницей, ребят. Подождите, это что такое вообще? Каперницей. Ха. Ну, ладно. Аксид Магния, хорошо, хорошо, это ладно. Так, какие тут еще крафты есть? Ну, короче, каким-то образом его можно синтезировать, ребят. Либо распадом урана. Точно, ребят, да-да-да-да-да. Только не урана, а там какой-то более другой элемент есть. Короче, и он распадается. Ладно, ребят, давайте попробуем, допустим, еще сюда также положить какую-нибудь, скажем, золото, да, ребят? Ну, тут, в принципе, все логично, аурум, да? И алмаз, допустим, ребят, да? Вот алмаз, ребят. С чего у нас делается алмаз? Углеродные нанотрубки. Да? И все. Давайте, ребята, попробуем разложить алмаз. На, вот так вот, углеродные нанотрубки. Вот так вот. С-64, 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 С-64. Теперь, ну, это я вам просто показал. А теперь, ребята, я вам покажу чудо, наверное, для вас, да? Мы берем обычную, обычную кожу. Вот вы выбили кожу с коровой, ребят, да? Положили вот сюда, вот, скажем, 10 штук, да? М. Что такое? Вы чего? Так, положили сюда, скажем, стак кожи, да? Сейчас я получу его обратно. Вот. Положили сюда стак кожи. И у вас с шансом в 20%, ребят, выпадает кератин. Как видите, здесь дикая формула вообще. Я не буду ее целиком проверять. Вот. Мы также получаем из кератина, можем получить пралин, цистеин и трианин. Который, в свою очередь, тоже можно прекрасненько разложить. А все они, ребята, вещества органические. Именно поэтому все они имеют в составе углерод. Именно поэтому мы берем сейчас туда же пралин. Тоже раскладываем. Раскладываем его. Вот. Он неплохо так, видите, раскладывается. Он у нас уже углерода сколько получилось. Сейчас. Так. Ага. У нас углеродные нанотрубки, ребят. Видите, да? Углеродные нанотрубки. Кстати, нам надо подойти сейчас к микроскопу, ребят. Опять сюда. Тут журнал химика. И посмотреть, из чего сделаны углеродные нанотрубки. Четыре углерода, да? Отлично. Посмотрели. Теперь вернулись. У нас здесь вот так получился, да? Скажем, вы вот набили очень-очень много кожи, ребят. Набили очень много кожи. И у вас выходит не только кератин. У вас... Ну, ладно, окей. Не будем раскладывать долго. Вот. У вас есть кератин, который раскладывается на этот пралин, цистеин, да? Вот. И вы вот эту всю штуку тоже раскладываете на углерод, ребята. Тоже есть у вас углерод, скажем, да? Вот. Вы очень много кожи набили. Получили много углерода, ребят. И вы просто приходите вот сюда вот, складываете вот сюда вот углерод, кладете сюда. Вот так вот берете, вот здесь вот выбираете углеродные нанотрубки. Подходите сюда, кладете журнал. И из 256, ребят, штук вы углерода, как видите, вот он сразу сюда встакнулся, вы можете сделать углеродные нанотрубки. Сейчас, только, по-моему, тут немножечко его не хватило, если я не ошибаюсь. Подождите, можно же... А, можно, ну, можно, ребят, еще вручную рецепт выкладывать. Да, кстати говоря. Можно активированно, а можно вручную, ребят, выкладывать рецепт. Ну, конечно же, если вы его знаете. Вот. И синтезировать вот таким вот образом углеродные нанотрубки. Скажем, да? Вот они, видите, появились у нас. Дальше, ребят, каким образом у нас делается алмаз? То же самое в механизме химического кинтеза. Кладем вот сюда вот углеродные нанотрубки. Кстати, я, по-моему, не сделал, да? Я не посмотрел. Так. А, выбираем просто вот здесь вот алмаз, ребята. Кладем его вот сюда. Кладем вот сюда углеродные нанотрубки. Наши. А, нужны их шесть. Ну, вот, ребят, короче, таким вот образом вы можете из кожи, из обычной, обычной кожи, ребята, вы можете получить алмазы. Более того, я вам сейчас даже расскажу еще больше. Можно взять любой краситель. Можно взять Блейс Рот. Можно взять, ну, Ацкина Рост, допустим. Возьмем какую-нибудь, давайте, даже пшеницу можно взять, ребят. И все это можно в химическом разложителе. О, Господи, Боже ты мой. Господи, Боже мой. Так, ребят, нет, давайте мы... Это shift вот так. Потом еще раз соберем вот это вот все. И все это очистим. Потому что что-то я засрал немножечко. Так. Давайте возьмем... Яблочко возьмем, ребят. Ну, так вот. Яблочко возьмем. Возьмем свининки жареные немножечко. Курочки возьмем. Гнилую плотню. Очень интересно посмотреть, что будет. Морковку. Картошечку. И пшеничку. Светопыль. И блейсроды. И давайте посмотрим, разложим, что у нас... На что у нас блейсроды разложатся. Плутоний, ребят. Удивительно, но... Плутоний у нас получился из блейсродов. Хорошо, светящаяся пыль. Фосфор. Ну, логично, наверное, это. Пшеничка. Целлюлоза. Целлюлозу, в свою очередь, опять же, можно получить углерод. Целлюлоза, если я не ошибаюсь, это была... Там, короче, какая-то формула. Ладно, картошечку. Во! Ребят, вода! Знакомьтесь, вода. Только ее вылить нельзя. Прикольно. Короче говоря, картошечку мы разложили на воду. Углерод и кислород. Так, ну что, ну... А, мы разложили на воду, на калий и на целлюлозу, опять же. Да, С6, H10O5, точно. Вспомнил. И вот, и опять получим из целлюлозы себе водород, кислород и углерод. Дальше, ребят, что мы можем делать? Мы взять... Возьмем курочку, давайте возьмем, ребята. Возьмем натрий, калий и углерод получили из курочки. Гнилая плоть. Но дулярин... Это углерод, водород. Да, ребят, смотрите, таким образом вы даже из гнилой плоти можете делать алмазы. Да, 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 ребят, именно так. Вы из гнилой плоти можете делать алмазы. Дальше, вода. Ну, воду, естественно, можно разложить на кислород и водород. Ну, это, я думаю, каждый первоклассник знает. Давайте попробуем яблочко разложить. Ну, яблочная кислота. Да, С4, А6, О5, я помню. Так, ну, соответственно, водород, кислород и углерод. Ну, соответственно, все как надо. И жареная свининка у нас на что разложится? Жареная свинина не разложится. Давайте, ребят, попробуем разложить дерево. Ну, дерево, я даже предполагаю, что оно разложится на целлюлозу. Ну, да, это я даже не буду перекладывать дальше. Земля, ребята, на что у нас разложится земля? Ни на что, правильно. А, ребят, хотите узнать, что будет песок? Ну, правильно, естественно, силициуму-2, ребят. Тут даже без вопросов вообще силициуму-2, а он и есть силициуму-2. Соответственно, его можно разложить потом уже на кремний и кислород, соответственно. Кислород, если я, кстати, не ошибаюсь, можно будет юзать в этом. Ну, его как бы можно выпустить и в нем дышать. Давайте попробуем еще что-нибудь разложить. Скажем, кирпичи. На что можно разложить кирпичи, ребят? Каолинит, алюминий-2, силициум-2, О5, ОН-4. Четырежды? Ни хера себе. Ну-ка, на что это, естественно? Ну, алюминий, кремний, кислород и гидроксид-ион. Кстати, как его так вообще можно выделить, мне интересно. Ладно, волшебство. Ребята, допустим, бедрок, ребята. Я знаю, вы с помощью Майндчема вы можете синтезировать бедрок, ребят. Не знаю, раньше можно было. Не понял сейчас, почему нельзя. Ну, ладно. Ребята, можно даже взять арбуз. Вы понимаете, взять арбуз. И вы сможете, сделав воду, сделав аспагориновую кислоту и кукурцитабин. То есть, давайте разложим их окончательно на элементы. То есть, взяв вот такое вот необходимое количество. Ну, для начала вам, конечно, необходимо будет найти изначально арбуз, ребят. И, как вот видите, да, найти потом можно будет вот эти вот все штуки. Дальше. Давайте, мне прям очень нравится, возьмем какой-нибудь алмазный поножен. Нет, ну, это, соответственно, с алмазом. Логично будет. Давайте лучше камерицей получим. Мы получаем гелий. Мы получаем гелий. Мы получаем гелий. И мы получаем гелий. И мы получаем углерод. 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 Вот он, каперницей, ребята. Каперницей. Чрезвычайно радиоактивный металл. Такая вот чрезвычайно радиоактивная штука, ребят. Написано, чрезвычайно радиоактивный. Давайте попробуем выживание. Ох, ё-моё. А, стоп, это меня... Это бьет, наверное, да? Ребят, давайте выживание лучше. Ой, какой жесть вообще, ребят. Даже радиоактивных таблеток нет. Выживание, давайте, ребят. Подойдём к нему. Попробуем зайти внутрь. Ну, иссушение, естественно, накладывается, опять же. Блин. Творчество. Да нет, не такое творчество. Вот такое творчество. Ну, просто накладывается эффект иссушения, ребят. Вот, в общем, дальше вы можете сами прекрасно поиграться с этим модом. Это просто невероятно офигенно крутой мод. Вот, я надеюсь, вам понравился данный обзор. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и обязательно вступите в группу ВКонтакте. С вами был LG. Всем спасибо, всем пока.